Друзья, вы смотрели новый тизер Бэтмена? В этом ролике мы с вами посмотрим тизер в оригинале на английском языке, разберем фразу выражения, все переведем и сравним с русским переводом. Посмотрим, насколько художественный перевод на русский язык близок к оригиналу. Ready? Let's start! No more lies. A lie или lies – это значит ложь. Кто это слово не знает, можете запомнить так. Представьте собаку, собака лает, лай собаки, да? Слышите? Лай – это ложь, и лай собаки – ну, лай собаки. То есть собака лает и говорит, я тебе его кушу, а сама не кусает. Вот такая нелепая ассоциация. Как это использовать? Допустим, to tell a lie или to tell lies – это значит лгать, обманывать, то есть говорить неправду. He's telling a lie, he's telling lies, то есть он обманывает. И запомните противоположное по значению выражение. To tell the truth – это значит говорить правду. The truth – это правда истина. He's telling the truth – он говорит правду. Получается, no more lies, мы переводим как нет больше лжи, не надо лжи. Такой дословный перевод получился. Посмотрим, что у нас на русском. Хватит лжи. Да, отличный перевод, хороший вариант. Сперва разберем сложные слова. A clue – это ключ к разгадке какой-то тайны, какого-то секрета. Например, to have a clue about something – это иметь представление, иметь понятие о чем-то, о том, что происходит. То есть понимать что-то. Если сделать отрицание, то получится to have no clue – то есть не иметь понятия, не иметь представления о чем-то. Haven't a clue – это значит не понимаешь, не имеешь представления о чем здесь вообще идет речь. Кстати, заметили, что с этим вопросом что-то не так. На самом деле это разговорный вариант, так можно сделать, все нормально, такой часто встречается. Но тем не менее, если мы говорим про правильную грамматику, то на первом месте должен быть вспомогательный глагол. Если это время presence, ну, настоящее простое, то мы должны использовать вспомогательный глагол do. Получится do you have a clue? У тебя есть хоть какое-то представление, что это такое? Ты имеешь понятие, что это такое? Do you have a clue? Но у нас же было отрицание. Haven't a clue – то есть отрицательный вопрос. Не имеешь представления, не понимаешь о чем речь. Давайте его сделаем. Don't you have a clue? Don't you have a clue – это и есть. Разве ты не понимаешь, разве ты не знаешь, о чем идет речь? И на самом деле все вот эти вот отрицательные вопросы на русский переводятся с помощью слова «разве». Don't you have a clue – разве ты не понимаешь? Или же еще пример. Aren't you hungry – разве ты не голодный? Вот оно, aren't – отрицательная форма, are not. На русский переводим с помощью «разве». Let's play a game. Кто-нибудь, когда-нибудь задумывался, что значит let's? Это притяжательный падеж, как, допустим, a boy's ball. Или нет? Или, может быть, это глагол is? He is tall. He is tall. Как вы думаете? Или это что-нибудь другое? Напишите в комментариях прямо сейчас. Прям очень интересно, кто же знает ответ. Что значит let's? Написали? Хорошо, рассказываю. На самом деле, let's – это let us. Да, let us. Let – это позволять, разрешать. Us – это нам. То есть, исторически, это было let us – позволь нам. Допустим, let's play – позволь нам поиграть, разреши нам поиграть. Let us play. Но потом поменялось значение немножко и получилось let's – как давайте, давайте. Let's play – давайте, поиграем. Вот такой вот любопытный английский. Let us – превратилось в let's. Теперь давайте дословно переведем реплики. От твоего тайного друга. Кто? Не имеешь представления? Давай сыграем в игру. Только я и ты. Так, а что у нас в русском тизере? Я твой друг, дорогой. Зачем? Кто такой? Хочешь, не хочешь, сыграешь со мной. Ну что сказать? Больше рифмы. Но на самом деле я не понял, почему тайный друг превратился в дорогого. Хотя это в рифму. Друг, дорогой, сыграешь со мной. В принципе, неплохо. Дальше два вопроса. Зачем? Кто такой? Ну, кто такой – понятно. У нас было who. А вопрос зачем? Зачем он здесь? Ну, я не знаю. Видимо, чего-то я не понял. Дальше. Хочешь, не хочешь, сыграешь со мной. Очень классно перевели. Слова другие, но смысл тот же. Причем, даже передали рифму. Ведь в английском языке у нас было Haven't a clue? Let's play a game. Just me and you. Clue you. Очень классный перевод. Да, я прям оценил. Any of these mean anything to you? Any of these mean anything to you? Опять у нас разговор на английский. Вопрос задан без вспомогательного глагола. Да, это нормально, это встречается. Но, тем не менее, если говорить про грамматику, что нужно поставить? Нам требуется глагол does. Does any of this mean anything to you? Это present simple, настоящее простое. Почему does, а не do? Потому что any of this – что-то из этого значит. Это же то же самое, что просто это. Это значит что-то для тебя. То есть, по сути, any of this можно поменять на одно место не менее it. А с it у нас согласуется does. Does it mean anything to you? Или does any of this mean anything to you? Вот такое получилось предложение, если правильно его построить с точки зрения грамматики. Но, опять же, повторюсь, в разговорном английском всякое бывает, и вопросы задают часто без вспомогательных глагол. Если перевести дословно, что-то из этого что-нибудь значит для тебя. В общем-то, это что-то значит. Ты понимаешь, что это такое? А в русском тизере перевод «Тебе это о чем-нибудь говорит?» «Тебе это о чем-нибудь говорит?» Да, отличный перевод. Great, great job. You're becoming quite a celebrity. Why is he writing to you? Запомните отличное слово «celebrity». Celebrity – это знаменитый звезда, известный человек. Кстати, сокращенно можно сказать «celeb». Celebrity – это одно и то же. Например, «Have you ever seen a Hollywood celebrity?» «Ты когда-нибудь видел голливудскую звезду, звезду Голливуда?» «Голливудскую знаменитость?» Масса вариантов их можно перевести. И эти два предложения, если переводить дословно, «Вы становитесь самом деле знаменитостью» и «почему он вам пишет?» Это у нас что за время глагола? Это present continuous, настоящее продолженное, потому что здесь два процесса. «Вы становитесь знаменитостью» и такой процесс, да, идет становление. И «почему он вам пишет?» Он начал писать, а еще не закончил. То есть, как бы он в процессе написания писем, главный там враг, да, Бэтмена, противник, он ему пишет и пишет, и Бэтмен это все получает. Это такой процесс. То есть, это все present continuous. Давайте посмотрим, как переведено это в русском тизере. Вы становитесь весьма популярным. Почему он пишет вам? «Вы становитесь весьма популярным». То есть, знаменитость существительное поменяли на прилагательное «популярный». Ну, я бы не сказал, что это ошибка, это просто художественный перевод. Смысл сохранен, все правильно. Поэтому отличные варианты. «Вы становитесь весьма популярным. Почему он вам пишет?» Все верно, все отлично. Если вы правительство, пожалуйста, не ловите. Слово «justice» имеет два основных значения. Это правосудие и справедливость. Что именно здесь, мне трудно сказать. То есть, если ты правосудие, пожалуйста, не лги. Правосудие. Если ты справедливость, не лги. В принципе, и то, и то подходит. Я точно не знаю, что здесь лучше. Кто не знает слово «justice», можете вспомнить «лигу справедливости». Это комиксы DC. «Justice League». Все, вы его запомнили. «Justice» — это справедливость. «Лига справедливости». Все очень легко. «What is the price for a blind eye?» Очень классная фраза. Здесь есть устойчивое выражение. «A blind eye». «Blind» — слепой. «Ай» — это глаз. То есть, слепой глаз. Что это такое? Есть такая фраза «to turn a blind eye to something». Это значит «закрывать глаза на что-то». «Смотреть сквозь пальцы на что-то». «To turn a blind eye to something». Например, «I turned a blind eye to a lot of things». «Я на многое закрывал глаза». Если мы дословно переведем наше предложение, получится «Какая цена твоего слепого глаза?» Да, слепой глаз. Ну, опять же, «какая цена того, что ты закроешь глаза?» И здесь у нас тоже рифма. «If you are justice, please do not lie. What is the price for a blind eye?» Слышите? «Lie eye». То есть, в английском языке это так звучит мощно, даже угрожающе, устрашающе, да? Посмотрим на художественный перевод. Смогли ли переводчики тоже сделать рифму? Потому что я, конечно, не смог и переводил дословно. Посмотрим на русскую версию. «Если ты правосудие, то просто скажи, за сколько закроешь глаза ты свои?» В английском было «не лги», в русском «скажи». Опять же, это художественный перевод. Здесь важнее нам передать рифму, нежели дословно перевести. Поэтому отлично поработали переводчики. Мне очень понравилось. «Скажи свои». Классная рифма. Запомните глагол «suppose». «Suppose» — это то же самое, что «think», думать, полагать. Например, «I suppose you're right». То же самое, что «I think you're right». «Я думаю, я полагаю, я считаю, что ты прав». Первая фраза, как я понимаю, это разговорный вариант. У нас очень много в этом фильме разговорных выражений. Обычно в таком вопросе на первом месте стоит вопросительное слово «who» или «what». Например, «what are you supposed to be?» или «who are you supposed to be?» То есть, «кто ты такой» или «что ты такое?». Да, понимаю, в английском очень много слов, в русском всего лишь «кто ты такой?», «что ты такое?». Можно намного проще это спросить «what are you?» или «who are you?», «кто ты» или «что ты?». Причем вот эти вопросы «what are you?», «что ты такое?», очень характерны для комиксов. Ведь там супергерой часто это просто даже не кто-то, а что-то, такое нечто, там, мощь, сила, да. И поэтому очень часто вы можете именно в комиксах услышать «what are you?», «что ты такое?». Есть вариант пожёстче, как раз то, что у нас здесь встретилось. «what the hell are you?», «what the hell are you?» – это «что ты, чёрт возьми, такое?», «чёрт возьми, кто ты или что ты?». «the hell» – добавляем эту маленькую такую фразочку, да, «the hell». Вообще «hell» – это «ад». И следующая реплика была «whoa, this guy is crazy!». «whoa» – интересное восклицание. Если вы любите вестерны, помните, ковбои скачут, потом говорят лошади, типа «стой, стой, стоять!», «тпру!». Это и есть «whoa». «whoa» – это команда для лошади. Но, опять же, в жизни тоже мы её используем. Когда? Когда говорим, типа «эээ, не спеши, не спеши!», «воау, воу!», «slow down!», «slow down!», то есть «не спеши, не торопись!». Или же мы чему-то не верим, сомневаемся в правдивости чьих-то слов. Либо мы очень удивлены, удивляемся, шокированы. Например, подходите к огромному дому. «воу! This house is huge!». Ого, этот дом огромный! Вау! Вау! Давайте переведём максимально близко к оригиналу. Получится «чёрт возьми, кто ты такой?». I'm vengeance. Vengeance это возмездие. Я возмездие. Воу, этот парень псих. This guy is crazy. Crazy, сумасшедший и псих. Кстати, в русской версии практически такой же перевод. Почти дословно перевели в переводчике. Получилось... А ты, черт возьми, кто? Я возмездие. Воу! Этот парень псих! Ну, в общем-то, то же самое. You're part of this too. How am I part of this? You'll see. Последняя часть тизера. Давайте сразу переведем. Тут ничего сложного нету. Ты часть этого тоже. Каким образом я часть этого? Увидишь. Увидишь. You'll see. Future simple. Будущее простое время. В общем-то, тут все элементарно. И неужели наш дословный перевод совпал с тем, что переводчики сделали в русском тизере? Да, практически. Ты часть всего этого. Каким образом? Увидишь. Ты часть всего этого. Каким образом? Увидишь. Отлично. Мы справились с задачей. Друзья, в прошлом видео мы не объявили победителя конкурса комментариев под роликом про Дональда Трампа. На самом деле победитель есть. И это Лилия. И в конкурсе комментариев в предыдущем ролике про Властелин и Колец побеждает Иван Бережной. Наше поздравление победителям. Напишите на почту Inglex и получите ваши подарки. По два бесплатных урока английского языка каждому из вас. Друзья, помните, что все ваши комментарии участвуют в конкурсе. И у вас есть шанс победить и выиграть два бесплатных урока английского от Inglex. Вы смотрели канал Inglex. Подписывайтесь на канал. Живите на колокольчик, чтобы не пропускать наши следующие видео. Ставьте лайки. And see you guys really soon in the next video. Bye-bye.